МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние полтора года о программе капитального ремонта было сказано очень много. Возможно, даже больше, чем по этой самой программе было что-то сделано. Кстати, некоторые жители домов, в которых все-таки провели работы, зачастую остаются таким ремонтом недовольны. Жители одной из рязанских многоэтажек бьют тревогу. Проведенный в доме капремонт, вопреки ожиданиям, не решил проблем, а лишь создал новые. О доме номер 59-12 по улице Есенина рязанские СМИ писали много лет назад. Тогда, вследствие плохого состояния газового оборудования, жители более полугода находились под угрозой взрыва. Теперь проблемы другого рода. В минувшем году в доме начались работы по ремонту кровли. Подрядчиком стала рязанская РСУ номер один. Однако после завершения работ стало понятно, что ремонт создал лишь новую проблему. Крыша начала течь, заливаются верхние этажи. Кровли выглядят хуже, чем до ремонта, жалуются жильцы. Возмущенные качеством проведенных работ, обитатели дома отказались подписывать акт приемки. Последняя была проведена с участием представителей госжилинспекции, а также управляющей компанией и администрации Рязани. Если бы не сопротивление граждан, рассказывают жильцы дома, члены комиссии, не сомневаясь, подписали бы акт. Сейчас на устранение недоделок компании дали пять рабочих дней. В том, что устранить недостатки за столь короткое время невозможно, у жильцов дома сомнений нет. Чтобы не остаться без кровли и ремонта в квартирах, рязанцы уже заказали строительную экспертизу. Если ответа от уполномоченных ведомств не последует, горожане намерены обратиться за решением проблемы в суд. Качество обслуживания многоквартирных домов всевозможными обслуживающими компаниями в нашем городе до сих пор оставляет желать лучшего. В этом выпуске мы хотим рассказать всего о нескольких домах, среднестатистическому человеку просто невозможно жить. Все эти люди обращались за помощью в нашу редакцию. Сейчас мы докажем, что их ежедневное возвращение домой можно сравнить лишь с героическим поступком. В этом доме не то что жить, находиться невозможно. Именно так отзываются жильцы дома номер 47 по улице Энгельса. И это не преувеличение. Коридоры очень похожи на декорации для фильма ужасов. В воздухе постоянно витает запах сырости и затхлости. Два раза в год с потолка на жильцов обрушаются потоки воды, так как крыша больше напоминает решето. По углам уже через пятый или десятый слой обоев виднеется плесень. Ну с каждым годом все хуже и хуже. Вот за окном у нас вообще примыкания со стеной практически нет. Поэтому вот он угол весь, он весь сырой. Он весь сырой и плесневый. И вот по всей идет плесень. И у соседей у моих так же. Каждый почти весну делаю ремонт. Все крашу, обои подклеиваю. Жить невозможно практически. Тем более ребенок у меня в школу ходит. Он сейчас вот с кашлем ходит, кашляет, потому что невозможно здесь. В доме проживают три многодетных семьи. Но точнее будет сказать, что в этом доме они выживают. Санузлы в доме больше напоминают пещеры. В каждом углу есть черное пятно плесени. Под раковиной стоят ведра. В доме все чаще и чаще появляются трещины. В некоторых местах, как говорят жильцы, уже выпадали куски стен. Каждый подъем на второй этаж может закончиться трагедией. Деревянная лестница осыпается на глазах. Также каждый год весной в доме появляется озеро. Подвал затапливает по самый вход. Неудивительно, что у многих квартирантов начались проблемы со здоровьем. Жить, конечно, здесь, как говорится, хотелось. Но не получается по возможности. Потому что плесень, грибок везде. Нет ни теплой воды. То есть нет ни душевых кабинок. Ничего нет. Жить невозможно. И в связи с этим совсем я получила легочные заболевания. То есть это уже официально доказано медиками. Обращались во все инстанции, где только можно. И к президенту. Сейчас выставили уже и к Жириновскому свою просьбу. Ждем ответа. Желательно, чтобы он был, конечно, положительный. Обращались к МОССРОЮ, которые брали над нами расселение. Но Рязани отказала нам в этом. Так как запросили подземную парковку. Вытекающие из этого смена коммуникаций привели к тому, что нам было отказано в расселении, в застройке данной площади. Выставляли наш дом несколько раз на торги. Но все безуспешно. Жильцы дома находятся в постоянном страхе и напряжении. Ведь их дом в любой момент может попросту рухнуть. Бесчисленные жалобы жильцов различной инстанции успехом не увенчались. В ответ они получали лишь молчание или же многочисленные обещания. Однако, несмотря на весь комплекс мер, обслуживающая компания своих обязательств не выполнила. Мы им деньги платим, а они нас завтраками кормят. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жильцы дома номер 24 по улице Новоселов. По словам владельцев квартир, их борьба с обслуживающей компанией длится долгие годы. Капитальный ремонт в 40-летнем строении не проводили ни разу. Только обещают. Причем, совершенно не стесняясь, обещаний своих не выполняют. Последние несколько лет жильцы дома всерьез обеспокоены протекшей крышей. Вода проходит не только на верхние этажи. Она идет и в квартиры ниже по проводке, трубам, стенам и обоям. Я уже задыхаться стала от этой сырости, от этой плесени. Вот сейчас хорошая солнечная погода, поэтому все нормально, высохло здесь. Сейчас начнутся слегка дожди, или снег будет, не дай бог, опять выпадет. Сейчас все обои опять набухнут. От таких наводнений у Светланы Шабановой уже однажды случился пожар. Вода задела проводку, и от замыкания загорелись обои. По всем вопросам ремонта жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию. И за ответами по натоптанной тропе наша съемочная группа отправилась туда вместе с жильцами. Какого разрешения вы снимаете? Вы не снимаетесь, пожалуйста. У нас разрешения никакого нет на съемки никакие. У нас нет съемок. Диспетчер все же ответила, что вопросом ремонта дома занимается мастер. Но координат для связи с ним не предоставила. Это не к диспетчеру вопрос. Ну, в каком хотя бы процессе находится это дело? Все передано к мастерам, мастера это все решают. Это не к диспетчеру решают. А как тогда узнать какую-то правду о том, когда все будет сделано? Потому что люди уже из года в год мучают. Вот, типа, будет все там растаять? Да, будет там сам, когда будет это делать. Ну, мы сказали. И замначальника пришли. Больше мы ничего вам не можем сказать. Каждый раз жители просят у управляющей компании произвести хотя бы текущий ремонт, чтобы остановить протечку крыши. Но эффекта нет. Ну, приходил мужчина-мастер у нас, посмотрел и говорит, ну, я уже был тут. Ну, они были там, разов в 10 уже были за зиму. Зима теплая, постоянно течет. И что они делали? Ничего пока не сделали. С них там скидывали, наверное. Ну, а вот как вы пытаетесь достучаться до мастеров или даже... Вот сюда приходили. Просто приходили? Да. И вот каждый раз так просто приходили? Да. Мнения жильцов и управляющей компании четко разделены. Работники уверены, что ремонтируют, другие ремонта не видят. Как дальше выяснилось, некоторые сотрудники управляющей компании все же в курсе. Всех разрушений дома номер 24. Сами они его называют большой проблемный дом. Значит, Новозел 24. У нас с этим дому на 40 с лишним лет постройки было. Капитальный ремонт не проводился ни разу на этом доме. Дом проблемный, 10-подъездный, большой дом. Поэтому там рассыпается все, начиная с козырьков, которые над вытяжками, и с самой разрушением кровли. Текущий ремонт мы проводим ежегодно и по 2 и по 3 раза на году проводим текущий ремонт. Но он не дает того эффекта, который хотелось бы увидеть. Поэтому, значит, на капитальный ремонт мы уже раз подавали документы на них. Сейчас, с 25-го года, перенесли его на 16-й год. В этом году у них будет капитальный ремонт их дома. Там рассыпалась стяжка вся. Не только что вот тот самый кровельный материал направляемый. Он еще рассыпался вся стяжка. Там до пледа все рассыпано. Козырьки вот эти, которые над вытяжками, они превращаются в щебенку. Мы частично уже заменили козырьки на металлические там. Поэтому мы этим домом, в смысле, владеем ситуацией полностью по нему. Но не все в наших силах сделать. Ну что, в этом году в общем... В этом году, в 2016-й год, они поставлены, по крайней мере сейчас, они в списке стоят на капитальный ремонт. Однако в такие обещания по капитальному ремонту совершенно не верят жильцы. Они устали от сложившейся ситуации. В прошлом году так же говорили. Будет капитальный ремонт, ждите. Она мне сказала лично, она сказала, апрель-май мы вам будем делать. Это в том году? В том году. И сейчас точно такая же ситуация? А сейчас она тоже... Сейчас она не говорила. Говорила мне депутат Татьяна Васильевна, говорит, мы отстояли ваш дом. Будут, говорит, потому что я надоедаю всем, она говорит, будет в этом году капитальный ремонт. Но я не знаю, когда. Она сказала, сколько... Нам сейчас сказали в апреле. Сколько же апрелей-то прошло. Но они не держат свои слова. Проведя такое небольшое расследование, услышав мнение жильцов и управляющей компании, остается лишь надеяться, что в этом году ремонт дома все же будет произведен. И его жильцы заживут спокойно под новой крышей. Дыша нормальным свежим воздухом, не боясь бесконечного ремонта и возможных пожаров. Пять ступенек до квартиры. Особенность в том, что ступеньки ведут в подвал. Как известно, размещать жилые помещения в подвале в нашей стране запрещено. Марина Дорогова попала именно в ту ситуацию, которую принято называть абсурдной. Она живет в муниципальной квартире, расположенной на цокольном этаже. В 20-е годы, в конце 20-х, здесь моя бабушка с дедушкой получили жилье. Еще бы это было в советское время. Здесь родилась моя мама, здесь она и выросла. Потом здесь и появилась я на свет. И вот я здесь проживаю довольно-таки уже многое время. Я хочу сказать, что в то время, которое нас называют советской властью, за этими квартирами действительно следили. Тут постоянно ремонтировали. И действительно каждые три года делали капитальный ремонт. Но в связи с новой властью это у нас все прекратилось. И дело в том, что российское правительство в настоящее время, да уже давно приняло постановление, 47-е, 28 января 2006 года, где четко сказано, что размещение жилых помещений в подвалах не допускается. Пункт 23. Приватизировать собственную квартиру Марина не может. Нельзя приватизировать подвальное помещение под жилье. Кап-ремонт 300-летнего когда-то памятника архитектуры, в котором сегодня проживают 4 семьи, не проводили около 30 лет. Женщина собирала межведомственную комиссию, по решению которой выяснилось, что в таких вот нечеловеческих условиях жить можно вполне неплохо, так что нечего усложнять. Комиссию создали очень оригинально. Секретарь комиссии Алиева Елена Валерьевна. Просто решила это дело взять на себе. Я откровенно саботирую постановление правительства и жилищный кодекс Российской Федерации заодно. Она просто решила сама ей наличие решить, что надо, что тут нужно, что не нужно и все остальное. У меня просто вопрос, почему выносят такие постановления и выносят люди, которые в глаза не видели моего жилья. Там сидели еще другие члены комиссии. Четыре года назад стена квартиры, этажом выше рухнула. Кстати, об этом рязанские СМИ тактично умолчали. Период восстановления постройки был тяжелым и болезненным, но он уже позади. Но мне помощи так и не было оказано. Квартира полтора месяца находилась у меня практически в воде, потому что лили дожди, а вверху, где произошло брушение, у меня практически крыши не было. И вся вода, и весь дождь был в моей квартире. Это единственное ваше жилье, вам больше жить негде. Это да, у меня единственное жилье, больше меня жить негде. Плачевное состояние жилья можно наблюдать с любого ракурса. Обои не держатся. На промерзших стенах грибок и плесень обосновались в каждом углу квартиры. Напор воды больше напоминает слезы котенка. Это полный напор. А все реально так? Ну последние 10 лет так уже, даже больше. То есть вы с вечера набираете, я так понимаю? Ну естественно, тошно, вы сами видите. Проводка на ладан дышит, крысы себя тут чувствуют хозяевами. От вечной влажности электроприборы давно вышли из строя, и ситуация продолжает усугубляться. Проживание в таких условиях откровенно ведет к гибели людей. По-моему, даже в международных документах и пактах, конвенциях, это считается жестоким обращением с людьми, которые держатся в их подвалах. У нас, наверное, считается нормой жизни в Рязани. Многочисленные письма во всевозможные учреждения правоохранительной сферы пока остаются без ответа. Роспотребнадзор признал помещение непригодным для жизни. Но что он этот? Роспотребнадзор целым городским чиновникам, решающим судьбу людей щелчком пальцев. И лишь суд может пролить свет на темный подвальный коридор. Но откуда у пенсионерки деньги на судебные тяжбы адвокаты, когда за муниципальный подвал, в котором нельзя жить по закону, ей приходится платить по 4 тысячи рублей ежемесячно. Плата за коммунальные услуги, за проживание там, где жить нельзя. Замкнутый круг, не иначе. Почему я должна платить за разрушенную квартиру, которую мне разрушили, и которая вообще не является жилым помещением? Спустя пару недель после нашего визита с нами связалась Марина Дорогова, хозяйка злополучной квартиры. Она озвучила некоторые изменения, которых женщине все-таки удалось добиться. Мне пришлось из администрации города Рязани, управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства, бумага, что мою квартиру я могу и приватизировать, и обменять, и все делать с ней, все что угодно, что вообще является незаконным. Также я обратилась в Следственный комитет и в областную прокуратуру с заявлениями по этому поводу. Поэтому они будут рассматривать в дальнейшем всю эту тему. У меня есть несколько заявлений как раз, я им туда отправила, пусть перезабирается областная прокуратура. То есть получается, что администрация вам ответила так в качестве отписки буквально? Да, отписка, конечно, обыкновенная. Это лишь несколько примеров, с которыми нам пришлось столкнуться за последний месяц. И таких безобразных домов-развалюх, на которые наплевать всем, от диспетчеров и мастеров обслуживающих компаний до властных структур не сосчитать. Так чем же рязанцы заслужили такого халатного отношения к себе и своему жилью? Не платят, что ли? Или требуют больше, чем нужно? Вот и еще один вопрос повис в воздухе.